Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о тихом океане самым большом и величественном океане планеты который никак не отличается спокойным характером если принять всю водную поверхность земли за 100 процентов тихий океан займет почти половину от этого количества а именно 46 процентов для сравнения доля индийского океана всего лишь 20 а если условно объединить всю земную сушу в один материк ее площадь будет меньше площади тихого океана а если распределить всю воду тихого океана равномерно по поверхности планеты она покроет ее полностью причем толщина водного слоя превысит 2700 метров тихий океан самый большой из четырех океанов земли он занимает почти половину поверхности нашей планеты с востока тихий океан омывает евразию и австралию запада северную и южной америки а с юга антарктиду тихом океане также находится огромное количество островов которые раскинулась больше чем на миллион квадратных километров части этих островов еще называют океане среди самых известных это таити маркизские острова фиджи гавайи и множество других самый большой из островов океане 2 по величине остров мира новая гвинея его покрывают густые тропические джунгли здесь многие века обитались папуасы люди похожие на древних жителей австралии стоило бы сказать еще об одном острове тихого океана это остров пасхи у берегов государства чили остров пасхи известен из-за муай каменных статуй их создали почти тысячу лет назад из затвердевшего вулканического пепла местные жители верили что в этих статуях хранится необыкновенная магическая сила в тихом океане располагаются острова стран восходящего солнца государства япония филиппин индонезии новой зеландии сюда выходят берега россии китае северной и южной кореи таиланда австралии сша канады мексики чили перу и многих других стран только в океане и в австралии живут более 30 миллионов человек а тихий океан как я говорил совсем не тихий здесь бушуют сильные штормы а в тропиках зарождаются мощные тропические ураганы тайфуны потом они обрушиваются на восточные берега россии берега китай японии других стран у границ которых плещутся волны тихого океана еще в тихом океане часто бывают цунами гигантские волны которые возникают из-за землетрясений и извержений вулканов в океане эти волны когда они несутся с огромной скорости к берегу почти незаметны но когда цунами достигает берега волна замедляет свой ход и становится намного больше порой она поднимается на несколько десятков метров тогда цунами сметает все на своем пути даже затапливает целые острова люди стараются бороться с цунами они строят волнорезы и защитные стены о которых будут разбиваться волны следят за тем как ведет себя океан создавая для этого специальные станции и вовремя уезжают из мест на которые может обрушиться цунами то есть эвакуируется землетрясение и извержение вулканов тут конечно бывают часто ведь под одном тихого океана соединяются несколько тектонических плит когда эти огромные плиты двигаются то наверху трясется земля или на поверхность вырывается лава 1883 году извержение вулкана разрушила индонезийский остров крокотау стол пепла которое подняло извержение достиг высоты 30 километров а цунами высотой в 30 метров захлестнула берега соседних островов в океанах есть свои реки океанские течения холодные или теплые они меняют погоду там где протекают берега япония огибает течение курасио она теплая поэтому рядом с ним температура выше чем в других местах этой части тихого океана а холодное приморское течение охлаждает воду и воздух из-за этих двух течений на побережье тихого океана россии в приморье где находится город владивосток лето прохладное зато зима теплая есть тихом океане и водовороты в проливе наруто у берегов японии находится один из самых больших водоворотов в мире водоворот наруто появляется два раза в день тогда во время прилива сюда устремляются воды океан наши дни этот водоворот не опасен для судов смотреть на него это развлечение по проливу плавает специальный кораблик с прозрачным дном сквозь которое можно водоворот увидеть тихий океан известен еще самым глубоким местом на земном шаре марианской впадины она лежит под океанской водой между филиппинами и японии глубина впадины 8 километров а кое-где почти 11 давление на дне этой огромной ямы 1100 больше обычного атмосферного обычно марианскую впадину изучают при помощи специальных подводных аппаратов батискафу батискафы самостоятельно без человека погружаются на дно и там проводят исследования также как луноходы и марсоходы изучают луну и марс 1960 году на батискафе триест путешествие швейцарского ученого океанолога жака пикара и американского военного дона волша длилось 4 часа 48 минут а на дне впадины они пробовали всего 20 минут и здесь тоже есть жизнь пикар уолш на дне океанов встретили рыб похожих на камбалов животное есть конечно не только в марианской впадины в тихом океане обитает половина всех животных водоемов земли теплых водах крохотные существа коралловые полипы выстроили многокилометровые колонии похожие на заросли удивительных растений они создали даже целые острова похожие на кольцо или часть кольца такие острова называются атолами под водой в коралловых лесах живут яркие тропические рыбки медузы и другая живность самый известный коралловый большой барьерный риф растянулся на 2300 километров от берегов новой гвинеи до австралии тихом океане от берегов теплой австралии на юге до побережья холодной аляски на севере можно встретить не только на севере океана в холодных водах плавают гигантские медузы циане и их щупальца могут быть длиннее 20 метров еще на северных берегах евразии и северной америки живут морские котики скапливаются колониями птичьими базарами различные птицы восточной части тихого океана живут синие киты самые большие животные которые когда-либо обитали на земле о существовании тихого океана долгое время знали лишь люди жившие в азии америки этот огромный водоем бороздили китайские джонки и катамараны полинезийцев и возможно платы индейцев южной америки европейцы открыли для себя океан лишь сентябре 1513 года тогда первый европеец испанский конкистадор юнис дебальбоа вышел на южноамериканский берег тихого океана испанские конкистадоры то есть военные завоеватели завоевали америку для испанской короны дебальбоа отправился в место где сейчас находится государство панама тот он узнал из рассказов индейцев что на юге есть большое море а также земли утопающие в золоте дело в том что испанцы искали сказочную страну эльдорадо по испански золотая страна там как они считали золотой драгоценности валяются под ногами как обычные камни бальбоа снарядил экспедицию в начале сентября 1513 года испанец начал поход через три недели он вышел к тихому океану место которое открыл бальбоа потом назвали перу тут действительно находилась богатое могущественное государство индейцев инга ну а первым пересек тихий океан португалец фернан магеллан он через семь лет после похода бальбоа открыл пролив между атлантическим и тихим океаном этот пролив теперь носит имя магеллана потом мореход совершил путешествие через тихий океан плыла экспедиция магеллана на нескольких кораблях одно из судов называлась виктория то есть победа позже тихий океан исследовали английский мореплаватель джеймс кук француз жан-франсуа ли перус русский семён дежнёв живший в россии датчанин витус берин во время русской кругосветной экспедиции белинскаузена и лазарева была открыта антарктида и некоторые острова тихого океана в наши дни по тихому океану плавает множество судов они ловят рыбу возят грузы и туристов патрулируют берега тихоокеанских государств однажды тихий океан пересекла необычная посудина это плод контики на нем норвежский следователь тур хир дал совершил путешествие от берегов перу в океане так он хотел доказать что океане я была заселена из южной америки и древние путешественники передвигались на плотах похожих на контики сегодня контики мирно стоит в музее но наверное в наши дни чаще всего в тихом океане можно встретить туристические корабли каждый год миллионы людей едут отдыхать в австралию новую зеландию индонезию на острова океане на берегах тихого океана они загорают и занимаются серфингом то есть катаются на волнах многие подводные горные массивы тихого океана были образованы в результате извержений вулкана так в частности появились горы императора представляющие собой целую гряду в тихом океане расположена и самая длинная гряда из коралловых остров большой барьерный риф о котором я говорил ранее она опоясывает северо-восточное побережье австралии увы некоторые острова тихого океана образуются отнюдь не в результате природных явлений его северных водах растут мусорные острова основу которых составляет неутилизированные отходы в основном пластиковые бутылки кстати немного инфы о желтых утках одно из кораблекрушений происшедших в 1992 году в тихом океане очень помогло ученым в исследовании его течений гонконгский корабль плывший в сша и доверху гружены пластиковыми игрушками так и не добрался до штатов попал в сильный шторм а вот искусственные черепашки бобры лягушки и знаменитые желтые утки доплыли до разных уголков земли в том числе до гавайев японии и аляски тихий океан славится и самыми высокими приливами у корейских берегов вода может прибывать на 9 метров в высоту а еще на островах тихого океана была обнаружена самая необычная денежная единица мира каменные кольца высотой более двух метров каждая из них достигает веса 15 тонн если вы приедете на островную группу я и захотите что-нибудь там продать перевести такую выручку за товар будет очень проблематично разве что можно будет постоять рядом с ней тихий океан таит в себе еще много интересного но из-за безответственности людей его воды загрязняются нефтью атомными и химическими отходами мусором из-за этого гибнет флора и фауна океана например в беринговом море когда-то обитала морская корова а концу 18 животное было истреблено человеком также на грани исчезновения были морские котики и киты и еще много разных морских животных но со временем их популяция удалось вернуть а вот морскую корову не люди должны научиться беречь свою планету чтобы и дальше наслаждаться ее красотой а вам спасибо за то что посмотрели этот ролик подписывайтесь не забывайте ставить лайки и делать репосты до новых встреч с вами канал планета земля а